Тёмный полосатый город. Рязанцы продолжают отстаивать своё право на безопасное движение в вечернее время. За два года местные власти не решили вопрос с освещением улиц, которое ухудшилось после замены ртутных и натриевых ламп на светодиодные. В связи с бездействием властей активист Дмитрий Панкратов опубликовал петицию на портале Change.org на имя президента. Её подписали уже около тысячи человек. Началось с того, что возле моего дома освещение меня совершенно не устраивает. У меня двое маленьких детей, с которыми жена ходит, гуляет. На самом деле страшно и опасно. Напомним, что замена освещения произошла в 2014 году. Дирекция по благоустройству города заключила договор с ООО ГПБ «Энергоэффект», офис которого находится в Москве. Подрядчиками на изготовление ламп стали сразу несколько заводов, в том числе Рязанский Новый Свет, который поставил 16 тысяч светильников. В темноте города обыватели винят именно некачественные лампы. Плохо светить, ничего не видно. Обычные фонари, которые стояли, например, раньше с обычными лампочками, намного лучше освещают. Есть места, где я езжу, там очень темно. Очень темно и вообще еду, смотрю как можно тщательнее. В центре города светло, комфортно. Где-то на выезде из города темно, ничего не видно. Но освещение всё равно как бы остаётся желать лучшего. Местами есть как бы. Однако завод-изготовитель уже выполнял подобный заказ для Московской, Калужской и Тамбовской областей. И претензий по качеству оборудования им не поступало. В Рязани же в первую очередь были нарушены правила эксплуатации светильников. У нас в городе не проведено категорирование улиц, они разделены по категориям. Не определены требования по освещению улиц. Столбы стоят так, как они стоят. На многих улицах они не менялись десятилетиями. Столбы стоят не всегда правильно относительно проезжей части, не всегда вертикально. Кронштейны на них стоят под самыми разными углами. Светильники меняли на новые аналогичные мощности. Главной задачей была экономия за счёт снижения потребления электроэнергии. Те светильники, которые мы поставляли, каждый сам по себе светит не хуже, а примерно 40% лучше, чем стандартная лампа ДРЛ, которую он заменял. Как они применены, как расставлены, это вопрос не к нам, а к проекту, который город подписывал с поставщиком. Говорить, что раньше освещение было хорошим, тоже неправильно. В городе не горело 35% ламп, что зафиксировано в соответствующем акте. По данным завода, сейчас в негодность пришли менее 1% светильников, которые они готовы заменить по гарантии. Но в большинстве случаев выясняется, что лампы перегорели из-за нарушения условий эксплуатации. В частности, из-за скачков напряжения. Их фиксирует специальная программа «Гелиос», которая находится в распоряжении города. Допустимое значение напряжения не должно превышать 260 вольт. Однако приборы регулярно фиксируют значения в 305, 312 и 352 вольта. Это является нарушением энергосервисного контракта. Регулярно бывают обрывы кабелей. В вашем предыдущем сюжете мы видим улицу, где не горят подряд много светильников. Чисто статистически брак светильников не может привести к такому отказу. Они выходят из строя по одному, если они бракованы. Если сразу выходят 10 подряд светильников, это значит обрыв на линии. Иногда городские власти пытаются и вовсе заменить работающее оборудование. Зачастую светильники, которые привозятся как вышедшие из строя, мы здесь их включаем, они работают. То есть светильник был нормальный, а проблема была в кабелях и прочем. Сейчас наша телекомпания выясняет, кто занимался разработкой и утверждением проекта городского освещения. И не предусмотрел нюансы именно нашего города. Мы направили запрос в администрацию, чтобы также узнать, почему дорогам не присвоены категории. И на улицах Рязани столбы с освещением расположены на разном расстоянии друг от друга. Будем держать вас в курсе нашего расследования.